Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые коллеги и представители средств массовой информации, завершается официальная часть визита президента Абхазии в России. И, может быть, это прозвучит достаточно банально, но, тем не менее, это действительно новая веха развития российско-абхазских отношений. Свидетельством тому являются и только что подписанные документы, их немало, и они отражают практически все направления нашего сотрудничества. Это экономика и транспорт как часть экономического сотрудничества, миграционная сфера, оборона. Я надеюсь, что развитие экономических связей между нашими странами на основании этих документов станет еще более интенсивным. В прошлом году мы тоже не сидели сложа руки. Был подписан очень весомый пакет документов, 25 двусторонних соглашений. Собственно, мы тогда и заложили на нормативную базу сотрудничество между двумя нашими государствами. У нас очень интенсивно идет политический диалог. Сергею Васильевичу у нас и в прошлом году состоялся целый ряд встреч и в Москве, и в Сочи, и на международных мероприятиях различных. Недавно состоялась инаугурация президента Абхазии в этом мероприятии. Тоже принимали участие наши коллеги. Таким образом, политическая составляющая выстроена в полном объеме. Набирают силу межрегиональные связи. Особую активность проявляют Москва, некоторые наши другие субъекты. Прежде всего, это субъекты сопредельные с Абхазией, Краснодарский край. Есть интерес к участию в таких отношениях и у других регионов. Почему я об этом всем говорю? Потому что это зримое свидетельство того, что принятие решения об установлении дипломатических отношений с Абхазией в результате признания нового государства сегодня уже является не просто данью дипломатической традиции, не просто набором дипломатических элементов, а обеспечивается полнокровным сотрудничеством. И это лучший залог развития Абхазии в качестве самостоятельного государства. Мы сегодня, когда рассуждали на тему того, что нужно сделать, я специально сказал нашим абхазским друзьям о том, что сначала мы должны выдвинуть на передний план сотрудничество по государственной линии, просто для того, чтобы помочь экономике Абхазии встать на ноги, провести поставки тех видов механизмов, продукции, техники, которые крайне необходимы для развития экономики, помочь в становлении наиболее важных экономических и социальных программ, дать импульс сотрудничеству в банковской сфере, помочь, собственно, развитию банковской системы Абхазии, а потом на основе этого обеспечить приток частных инвестиций. И если мы выстроим таким образом наше сотрудничество, я уверен, что политическая независимость Абхазии будет в полной мере подкреплена независимостью экономической. У нас есть целый ряд перспективных направлений, по части из них только что подписаны документы, это, собственно, транспортная инфраструктура Абхазии, потому что без этого не может развиваться никакая экономика, не могут развиваться наиболее перспективные кластеры этой экономики, а это туризм, сельское хозяйство, может быть, и какие-то новые проекты, в частности энергетические проекты, которыми сейчас наши коллеги занимаются. У нас делается достаточно много для того, чтобы сотрудничество между нашими странами приобрело такой абсолютно конкретный целевой характер. Это одно из соглашений, которое только что подписано, касается сотрудничества в области предотвращения чрезвычайных ситуаций. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы они случались, но жизнь так устроена, что иногда они происходят. И, кстати, сегодня, буквально в эти минуты, происходит передача на абхазской стороне десяти пожарных и пожарно-спасательных автомобилей. Это тоже такой, может быть, один из таких частных элементов, но очень важный элемент нашего сотрудничества. Конечно, мы говорили сегодня с Сергеем Васильевичем и о вопросах политических, о вопросах международных, о вопросах обеспечения безопасности в регионе. У нас с Абхазией действует соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Сегодня подписано соглашение об объединённой российской военной базе в Абхазии. Эти документы в полной степени соответствуют нашим представлениям о развитии сотрудничества с Абхазией соответствуют нашим международным обязательствам. И самое главное, эти соглашения закладывают основу для мирного развития Абхазии в качестве самостоятельного государства. Мы развиваем наше сотрудничество и на международной арене. У нас идут постоянные контакты по линии МИДов в рамках так называемых женевских дискуссий. Этот форум, он непростой, но это единственная сегодня прямая хорошая площадка для контактов наших абхазских друзей с западными партнёрами, с международными структурами. Всё это в конечном счёте будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в республике и в конечном счёте способствовать признанию республики в качестве самостоятельного субъекта международного права. Ну и в завершение своего вступительного слова на пресс-конференции я хотел бы сказать, что этот год у нас особенный, и то, что именно в эти даты проходит визит президента Абхазии, имеет вполне очевидное символическое значение, потому что практически ровно 200 лет назад был подписан указ Александром I о принятии под покровительство Абхазского княжества, и тем самым был решён целый ряд очень насущных в тот период проблем для абхазского народа. Поэтому у нас сейчас проводятся культурные мероприятия, общественность участвует в этих мероприятиях. Это, на самом деле, тоже один из очень важных аспектов нашего сотрудничества. Я благодарю Сергея Васильевича Богабша за конструктивный диалог, за развитие дружеских отношений между нашими государствами, и ещё раз поздравляю с началом нового срока полномочий в качестве президента Республики Абхазия. Спасибо большое, глубоко уважаемый Дмитрий Анатольевич, наши дорогие друзья, коллеги. Я хотел бы от имени народа Абхазии, себя лично, сказать вам огромное спасибо, поблагодарить вас за то, что мы сегодня находимся здесь, в сердце России, в Кремле, находимся среди друзей, как признанное государство. Мы люди, которые прекрасно понимаем всё, что происходит. Мы прекрасно понимаем отношения Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича, к нам, к нашим проблемам. Мы осознаём то, что было сделано в 2008 году. Этот смелый шаг, мудрый шаг, что не всё так просто в международном сообществе. Но Россия – это мощное и сильное государство, которое говорит о себе и заявляет, как о мощной и сильной единице. Документы, которые сегодня подписаны, мы давно шли к этим документам, не будучи ещё признанными. Дмитрий Анатольевич, вы знаете, министерства, ведомства очень много и часто помогали Абхазии. Сегодня мы всё это переводим на другие рельсы. Рельсы закона, рельсы нормативной базы, законодательств. В Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают. Мы начали развиваться как независимое государство совсем недавно. Нам нужно много...